С Рождеством православных и всех жителей нашей страны поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что этот праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг духовных ценностей, традиций милосердия и благотворительности. Глава государства также подчеркнул большую роль русской православной церкви и других христианских конфессий в жизни нашей страны, укреплении семьи и воспитании молодежи. Президент встретил праздник в Петербурге, в Спасо-Преображенском соборе. Многолюдно это и ночью было в церквях и в небольших деревень, и в крупных городах. О том, как в России отмечают Рождество, Георгий Алисашвили. В ночь перед Рождеством два главных цвета. Зелёные еловые ветки, как символ вечной жизни, и белый божественный свет, отблески которого в соченник наполняют православные храмы всего мира. Всеночное бдение праздничной службы длится от трёх до шести часов. Самым маленьким, конечно, отстоять до конца божественной литургии непросто, но ведь так и закладываются семейные традиции. Я верю, да, и мне это помогает. Ну вот, Вера стоит, или сидит у отца на руках сейчас, вторая у бабушки дома. И это действительно есть. Во-первых, нам не холодно. Во-вторых, на ножках стоять приятно. В-третьих, мы пришли сюда ждать праздника. Пришли всей семьёй, чтобы в святой вечер разделить таинство рождения спасителя. Многие сорок дней держали строгий рождественский пост, так что до первой звезды нельзя. Помогает вера в лучшее и светлая радость от того, что та самая звезда когда-то давным-давно зажглась в небе над Вифлеемом. Для нас такие большие праздники – это не просто повод пойти в церковь, в храм. Это, наверное, повод ещё как-то укрепиться в вере и своим примером их подтянуть в эту сторону. Поздравить близких. Поздравить близких, обязательно. С особым чувством в эту ночь молились в храмах Магнитогорска. Общую беду, как и радость праздника, прихожане здесь делят на всех. Это и Рождество, и почтить память. Православная традиция – в эту ночь обязательно успеть причаститься, поставить свечи в оздравие, помянуть тех, кого уже нет рядом, и, конечно, загадать желания. Когда я был маленький, желания были очень конкретные и понятные. А годы идут, и в последнее время хочется скорее здоровья родственникам, понимания с близкими, того, чтобы те люди, которые важны, не страдали и были бы счастливы. Вместе с прихожанами Спаса Преображенского собора в Петербурге Рождество встретил Владимир Путин. На праздничной службе было много детей. Здесь крестили и самого президента. По его словам, священником, совершившим обряд, был отец патриарха Кирилла. У собора уникальная история. Построенный в начале 19 века, он никогда не закрывался для богослужения. В дар обители Владимир Путин передал икону Господь Вседержитель. А перед тем, как отправиться в храм, Владимир Путин побывал в хосписе, где помогают неизлечимо больным детям. С наступающим праздником, с Рождеством. Путин! Да, здорово. Путин, очень хороший дом у вас здесь. Некоторые посмотрят уже помещение, хорошо так оборудованное, так сделано, все хорошо. Красиво и функционально. Ребята, нравится? Да, да. Ну и слава богу. У нас небольшой подарок есть для вас, Саша. С наступающим, с прошедшим Новым Годом, с наступающим Новым Годом, с наступающим Новым Годом. Спасибо. Спасибо, ребята. Этот центр палеотивной помощи вырос на базе церковного прихода. Похожие сейчас строятся и в других регионах. Пока их не хватает, в особом уходе нуждаются почти 200 тысяч детей. Пример петербургского хосписа, как эффективно работать с благотворителями. И, конечно, государство в стороне не остается, но многое зависит от чиновников на местах. При том, что далеко не все они уделяют проблеме должное внимание. С 2019 года регулярно будет выделение средств из федерального бюджета на такую помощь. В этом году около 5 миллиардов, а потом регулярно с 2024 года по 5 миллиардов. Очень важно, чтобы эти средства не просто осваивались, а были созданы программы развития полиативной помощи в регионах. И средства, выделенные на развитие полиативной помощи, использовались как целостная программа, рассчитанная на несколько лет. Так и будет. Надеюсь, что так оно будет. У нас законопроект в Думе находится. И в январе уже будет первым учтением принято. О помощи нуждающимся в праздничном послании православному миру говорил и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Праздник Рождества Христова – прекрасная возможность. Явить свои лучшие человеческие качества, подарить радость и любовь людям. Даже малые дела способны сделать этот мир добрее и светлее. Это по силам каждому из нас. Потому что с нами Бог. Пусть же Рождество Христово вдохновляет вас на добрые дела. Пусть благословение и помощь родившегося Спасителя пребывают с вами на всех путях вашей жизни. Храни вас Господь. Предстоятель Русской Православной Церкви провел службу в Храме Христа Спасителя. Здесь все началось за час до полуночи. Но верующие стояли у царских врат еще с вечера. Среди прихожан в эту рождественскую ночь премьер Медведев. Чем дольше шла служба, тем сильнее ударяли морозы. Но даже в минус 15 люди, ожидавшие благой вести на улице, не расходились. Под сводами главного храма страны в праздничном богослужении принимают участие более 5000 человек. Но и здесь, на подступах к Храму Христа Спасителя, собираются сотни верующих, чтобы все вместе в единой молитве встретить Рождество Христово. Колокольный перезвон венчает праздничную службу, возвещая городу и миру о рождении Христа. Весть, которую каждый год миллионы православных ждут, как главное чудо из когда-либо стучавшихся на земле. Георгий Альцашвили, Алексей Карипанов, Артем Тихонов, Екатерина Казаченко, Ирина Чучуй. Первый канал.